Ну и глотка у него. Крыса. Такая большая голова. Я отрезал, но мясо не успел дать. Он голову взял, глотнул и пошло. Крысинная голова. Со шкурой вместе. Он ее глотнул только. Два раза дернул головой. Это удивительно. Ну и ребятишки, конечно, любили. Тут веревки натянуты. И мне говорят, ну эти веревки как-то облетал. Крылья раскинул метр тридцать. Так ему было-то еще два с половиной месяца. Два месяца может быть. На хорошем питании. Питание хорошее. Очень сильное питание. И перья все наполнены были кровью. Он быстро рос. Потому что пища была такой в природе. У него нет пищи. Я потом на следующий год думал найти. Пошел кто ходит свиней. Проще договорился все. Но не могли найти. А нынче не стали искать. Не до этого. А как искать? Что нужно искать? Ну в лес идти и гнездо искать. А, гнездей именно искать, да? А где? А может где-нибудь упал там лежит? Нет. Это большое гнездо, большое лестницу. А дальше Витя лезет. Это только там. А копчик это кто? А копчик это маленький как соколенок летает. Ну, пустельга иногда называют. Вот здесь есть. Здесь вот нет. Стрепет. Он на одном месте стоит. Как вот на одном месте, как на ниточке. Вот копчик так, да? Копчик тот быстро летает. А, трепет так делает. Да, вот так на одном месте. Вот он бац вниз, мышь, а поймается. Ну, просто я настолько любил это все. Ну, понимаешь, это нельзя выразить. Это любовь. Я ловлю сусникам, даю. Поймать его надо. Это вон где он сусников-то. Выливать водой, поймать, ободрать, вывести. И три копейки. Ну, поймать его как? Руками? Руками. Так он, я его лью, он вылазит. Когда вылазит, я его сразу раз зашиворит. А потом вот так вот грудную клетку сжимаю, сердце отрываю. И все. Ну, один день я 70 штук поймал. 70. Ну, множе даже. Первый ссор за 6 копеек шел. У вас для КГБ биография прям подходит. Сердце отрывали. Вот были в Вене, город Вена, Австрия. Машины такие. Она стоит наша, а мы уйдем далеко-далеко. Их как-то ее там, среди улиц, а улица Русский. Она одна, белая, белая. Я зову белая лебедушка. А кому-то, говорю, колумаза. Я ее люблю просто. И вот ксид тоже. Однажды ночью вышел здесь, и в Угу, в Угу, я зашел и говорю, а такой птицы у нас не было. Это новые птицы прилетели. А кто же он такой? Я только ходил вокруг университета, увидел килуэк, и понял, это воробинный птичек. Маленькая сова. Она залазит в творящику, и пошел поедать. Я его к утру уже поймал. Когда в последний день. Поймал, поймал просто. Узнаю, как поймал. А потом, куда его девать? Он редкий. Поезд проходит, и дали проводнице, чтобы убезла до кулунды, там пустилось, где они водятся. Скажи, кто занимается чем? Ну, кому это надо? А все это дело любви. Так, если они не водные, дрова вот туда надо отсидывать, там плюс сок. Ну, ладно. Пропустите. Давай, плюс сок. Это ловили на жесткие палы. Да, подняли. Сейчас будет колокол бить. Не всем. Давай. Еще один. Все, последний. Давай. Давай. Посмотри, какой крестоносец, из репья сделал, встань пока, потом покажем. Господи Боже наш, слава Тебе, Ты дивна, не вид, хвала Тебе. Благослови вкуси дары посылаемые Тобой, освяти их, соделай их полезными для здравия нашим. Благодарим Тебя наш Господь. Аллилуйя. Аминь. Вот посмотри, он что придумал. Репей, нарепил, гляди. Вот с этой стороны зайди. Видал какой крестоносец. Я священник. Откуда бы я знал? Может быть действительно этот крест более свят, чем другой может быть и золотой. Есть такое выражение, раньше причащались первые христиане из деревянных щаж золотыми сердцами. А сегодня, говорит, деревянными сердцами золотых щаж. Так что, ну больших не спрашиваю, я понял там все под контролем у Володи шло. С машиной что движется? Готово. Два дня вам хватит? Готово уже. Готово, говорит. Ну готово, допустим, еще там кое-что может еще найдете. Пока проверяйте всем. Поездите по окрестностям там. Вот. Ну мне вам что сказать. Молодцы. Ну тут происшествие было. Кто наказан был, не заходите. Ну-ка зайдите. Выйдите сюда. Это не все. Вас больше было там. Меня не наказали. Что они сделали? Подходит Любовь Николаевна. Где она? Почему ее нету? Молодец. Кого? Я сказал, чтобы все время была здесь. Паша, а ты в этажах иди. Там меня-то не наказали. Все, кто там был, всех наказали. Видите как. Любовь Николаевна, она заметила это дело-то. И она поправить это не смогла. Поэтому она, вот они в этом зале зашли и закрылись. Они говорят, девочек не было. Она говорит, были. Были или не были? Закрыты. Девчонки. Закрыты были взрослые девочки. Юля и чужая эта девочка Юля. И еще из наших кто-то спиной вышла. Все, я ее не видела. Вы обманываете или что? Договорились обманывать или что? Договорились. Нет. Вы понимаете, вы, если на этом играете, вы теряете очень много. Я вам верю. А если я не буду вам верить, то тогда совсем вам не худышно тогда жизнь будет. Зашли туда, закрылись на крючок. Так, Владя, у вас не было у вас щипсок, щипсами оторви крючок. Крючок там оторвать, смотри, его не должно быть там. Зачем они, там что-то мука перевернута. Она говорит, что там они делали. Но они и сознались. Ерема, Ерема тоже исчез. Я их наказал тем, что больше они туда ни разу за порог, чтобы не заходили. Все. Дождь, не дождь, моления, только снаружи стоять. Ни под каким видом их нога не должна переступить порог туда. Вы поняли хорошо? Да. Все. Становитесь. Это для них то, что требуется. Раз бесконтрольно. Ваня, я не знаю, что его тянет. Куда-то залез к верху. Перед девочками показать себя? Нет. Понятно. Понятно. Я не знаю еще. Зачем тебя понесло на вершину, на стол? Зачем? Я так вот думаю. Охота показать себя. А ничего внутри то нету. Ни рассказать не могут. Я удивлю ее залезу. Чем ты удивишь? Ты грохнешься о пол и коллега домой поедет. Ваня, мне не надо. Ты очень любишь оправдываться. Поэтому мне это не надо. Я что видел, вывод я делаю. Никто не залез, ты залез. Сюда залез, опять ты. Я куда ни гляну. Ты тихо, сапай, но свое дело делаешь. Не надо это. Тебе осталось пятница, суббота, воскресенье. Неполных три дня. Биографию уже не поправить. Ну, по-хорошему, чтобы уехать. Не надо. Это все от пустоты. Если бы вы много знали, знали полезного, вы бы буквально нехорошее слово сказали, заворожили этих девчаток. Вы бы им столько могли рассказать. Я уж не скажу, какой это я знаток, но я всегда говорил о Боге. И вот едут вербованные на восток. Едут они где-то с Молдавии там или что-то, откуда-то, Буковина оттуда. Я с ними говорил. Они до того прилепились все четверо. Мужчины. Молодые мужчины лет по 25. Я слажу, не могу от них отбиться. Мы с вами никуда больше. Я слажу на полустанки, они со мной слазят. Понимаешь, это... А вы не интересны. С вами не о чем разговаривать. Я начинаю говорить о природе, вы не знаете. Говорить о космосе, вы не знаете. Говорить о современной жизни. Вопросы, которые возникают, вы ничего не знаете. Совершенно не знаете. Я в пятом классе прочитал «Война и мир» и все остальное. Страшно много читал. Понимал, что не понимал. Но сделать выводы нужные мне не дано было. Это наступило попозже. У вас ничего нету? Кино смотрите. Кино никогда не покажет то, что написано в книге. Невозможно показать. Он, герой, рассуждает. И кто-то должен говорить. И то говорит с пято на десятое. Надо же проповедь в храме златоуса целиком прочитать. Считается длинная. Помаленьку сокращает ее. Вот какое дело. И ты им что можешь сказать-то? Ну, они такие же. Я не скажу, что они не знают ничего. Программа, которая у вас идет в старые времена, она была намного обширнее. У меня дедушка закончил, кажется, два класса приходской школы. А работал продавцом сколько лет. И ни копейки у нее не было, ни потери, ни туда, ни сюда. А сегодня заканчивает кооперативной техниками. Там институты подряд сажают, а БХС как огня боятся. Или жульничают, или считать не умеют. А в торговле нужно, чтобы не больше, не меньше было. Ровно копейка в копейку. А дед где учился? В первой германской в окопах. Нашелся грамотный человек, заучил считать его. Война идет. Смерть. А он учится. Дед у меня был, попутно скажу, особый дед. Мамин. Мамин отец. Он был вятский. Там как-то отсекал. Ну, чё паря. Ну, что, не скажешь, делаешь-то? У него пчелы. И тут стали пакостить некоторые пчелы. Ну, как спасти пчелу лощу-то? Так он на ночь, ну, допустим, тазик ставил соты, чтобы были нарезаны. Если придут воровать, чтобы они улей-то не нарушали. А то пчелы их пожарят. Пришел, у него лежит для них все, здесь есть. Пришел, взял, поел и ушел. Он был простой-простой. Проезжали через деревню Карповка, это Кеменцевский район, казахи. Чё они тут ездили? Зачем казахи? Селение какое-то далеко было. А он их всех привещал и кормил. Они из кержаков. Но вот когда-то ему коснулось приехать, и он попал через их аул. Как они загоргатали, они из телеги стащили и на руках по своему аулу повели. На руках потащили. Там собрались все. Это тот, который нас принимал. Ну, какие-то там эти, им уважения-то какого-то нет они-то. А для него они были дорогие, близкие. Он кормил их, отправлял, ничего не брал. Так они не знают, что ему дать. Понимаете, к тебе это и возвратиться. Он простой был. Но подходило иногда тоже. У него жеребец говорит, кони хорошие были, а сбруя какая попала. Ну, жилище в Рижском районе и конь-то растрепал. Ну, видимо, что-то повредил телегу. Он его когда догнал, ругаться нельзя. Он никогда не ругался. Ну, все, паря, и коня давай за ухо кусать. Чтобы больно конью было, и конь понял, что делать этого нельзя. Но мама это все рассказывала. Три сына. Кажется, 19, 20, там 21 или по год. У бабушки было 14 ребятишек, а осталось четверо. Это моя мама, и они, ну, раскулачили. Все отняли. Смертное, раньше шили смертное платье, в которое ткали, шили, и оно хранилось. И смертное платье забрали. В погребы Лабрюквы он залез, все отдал. Фуриц половили. Выгнали на улицу с тремя ребятишками. Родина мать. Он лопату взял, баню откопал. Фурга была. И с ребятишками там остался. Ну, вырастил их. Ну, вот она война. А им уже 21, там, они по годке шли. Всех взяли. Артиллеристское училище, и все у лопетов погибли. Трое. Макар, Филарета, Мануил. Я только фотографии их видел. Родина мать требует. Но почему родина мать не заботилась, чтобы они росли не в бане. Притом крепкие, здоровые, сильные, не пьющие. То, что надо. Но раскулачить было не за что. Это мой дедушка Егор Илларионович. Мама моя Мария Егоровна была. Я это вспоминаю. Уметь делать добро всегда и всем. Даже он совершенно негодный человек. Но в данном случае он трезда, надо его накормить. Потому что он нуждается. К нам тут забредали такие наемные. Где-то тут узбеки что-то. И там видимо плохо с ним. И он бежал, на нас наткнулся. Тут мы врача вызвали его, обиходили. Приехала милиция, там увезла. Потому что он потерянный. У него документы нашлись. Понятно? Да. Вот так. Платочки. У кого-то нету? Я. Ну что. С Богом. Давайте за стол. Это кто-то из? Это кто-то из? Это кто-то из?